Я всех приветствую! Сегодня мы начинаем 14 урок итальянского и начнем мы с разбора подробного глагола давать, глагола дары. Значит, я даю, io do, ты даешь, tu dai, tu dai. И еще раз, прочитаем все это по-итальянски. Io do, tu dai, lei, lui, да. Я, noi, diamo, voi, date, loro, danno. Смотрим дальше, какие фразы часто употребляемые с этим глаголом. Мадай, если с кем-то говорите на ты и у вас такие дружеские отношения, фраза да ладно тебе. Мадай, дать книгу, даре, ун либро. Или предложить кому-то общаться на ты. Чидьямо, дельту. Чидьямо, дельту. Дословно это переводится как давай друг другу давать на ты. Чидьямо, дельту. Чидьямо, дельту, perché così è più facile. Давай разговаривать друг с другом на ты, потому что так будет проще. Прочитаем все это еще раз по-итальянски. Я дам, ты дай. Лей, lui, дай. Мы даем, мы даем. Вы дадите. Лоро дадите. Мадай, дай. Даре, даре, ун либро. Даре, ун либро. Даре, ун либро. Чидьямо, дельту. Чидьямо, дельту. Чидьямо, дельту. Переходим на следующий слайд. Вы мне даете кое-что. Me da qualcosa. Me da qualcosa. Почему вы мне не даете книгу? Почему ты мне не даешь книгу прямо сейчас? Почему вы мне не даете книгу сейчас? Принести. По-итальянски будет portare. Я вас увижу сегодня вечером и принесу вам книгу. Ла ведо стасера и ле портеро либро. Прочитаем свои тишуры по-итальянски. Ми да qualcosa. Почему вы мне даете книгу сейчас? Портare. Портаре. Ла ведо стасера и ле портеро либро. Ла ведо стасера и ле портеро либро. Так, смотрим дальше. Я увижу тебя сегодня вечером и принесу тебе книгу. Предыдущее предложение, только теперь мы уже говорим с человеком на «ты». Обратите внимание, когда мы по-итальянски произносим «вот я увижу тебя» – «ти ведро». То есть очень часто русскоговорящие произносят это как «ти ведро», но вот этого мягкого звука «ти» в итальянском нет. То есть мы по-прежнему используем гласный звук «и», но при этом согласный звук «ти» оставляем максимально твердым. То есть прозвучит как «ти». «Ти ведро стасера и ти портеро и либро». Стараемся не произносить, чтобы это не звучало как «ти». «Ти ведро стасера и ти портеро и либро». Я дам ему книгу «ли даро и либро». «Ли даро и либро». Я ему скажу «ли дико». «Ли дико». Я ему скажу. Я с ним разговариваю. «Ли парло». «Ли парло». Я ему скажу «ли диро». «Ли диро» в будущем. Я хочу ему сказать «волю дирли». «Волю дирли». Почитаем все эти фразы еще раз по-итальянски. «Ти ведро стасера и ти портеро и либро». «Ти ведро стасера и ти портеро и либро». «Ли даро и либро». «Ли дико». «Ли дико». «Ли парло». «Ли диро». «Волю дирли». «Волю дирли». Так, переходим на следующий слайд. «Сказать» по-итальянски будет «дире». «Вы мне скажете «ми дира». «Ми дира». «Ты мне скажешь «ми дирай». «Ми дирай». «Вы хотите мне сказать «волю дирьми». «Волю дирьми». «Пожалуйста», по-итальянски будет «перфаворе». «Мне нравится». «Мне очень нравится». «Ми пьяче». «Ми пьяче молто». «Ми пьяче молто». «Мне не нравится». Сначала «мне нравится» находиться здесь. После этого мы рассмотрим, как строится отрицание. «Мне нравится» находиться здесь. «Ми пьяче старе куй». «Ми пьяче старе куй». «Мне не нравится» находиться здесь. non mi piace stare qui. Прочитаем все это еще раз. Прочитаем все это еще раз по-итальянски. Mi piace. Mi piace molto. Mi piace stare qui. Non mi piace stare qui. Смотрим дальше. Я хочу сделать это. Voglio farlo. Я хочу спать. Voglio dormire. Я хочу остаться здесь. Voglio rimanere qui. Я хочу расслабиться. Или дословно это прозвучит я хочу расслабить меня. Voglio rilassarmi. Я только и делаю, что расслабляюсь. Я ничего не делаю, кроме как расслабляюсь. Non faccio altro che riposarmi. Non faccio altro che riposarmi. Я прошу прощения. Мы уже выучили фразу. Мне нравится. Мне это доставляет приятность. Mi piace. А тут мне это доставляет неприятность. Мне это не доставляет приятности. По-итальянски будет mi dispiace. Mi dispiace. Это мне доставляет неприятность. Или я прошу прощения. Mi dispiace. Прочитаем эти фразы еще раз. Возвращение. Переходим на следующий слайд. Я прошу прощения, но я ничего не могу сделать сейчас. Me dispiace, ma non posso fare niente adesso. Me dispiace, ma non posso fare niente adesso. Или можно также. Me dispiace, però non posso fare niente adesso. Объяснять по-итальянски будет spiegare. Spiegare. Объяснение как существительное. В итальянском это существительное женского рода. La spiegazione. Вы можете мне объяснить? Vol. Точнее, вы хотите мне объяснить? Vol spiegare mi? Vol spiegare mi? Вы хотите мне это объяснить? Me lo vol spiegare? Me lo vol spiegare? Обратите внимание, как у нас появляется вот это это, lo. Me lo vol spiegare? Или можно все это отправить в конец глагола, прикрепить в качестве суффикса. Vol spiegare mi lo? Vol spiegare mi lo? Почему вы не можете мне это объяснить? Perque non può spiegare mi lo? Perque non può spiegare mi lo? Почему вы мне не можете это объяснить? Прочитаем все это еще раз. Ми dispиace, но не могу ничего сейчас. Ми dispиace, но не могу ничего сейчас. Спiegare. Спiegare. Спiegazione. Спiegazione. Вол спiegarми? Вол спiegarми? Me lo вол спiegare? Me lo вол спiegare? Вол спiegarmelo? Вол спiegarmelo? Перке non può спiegarmelo? Перке non può спiegarmelo? Хочешь объяснить мне? Теперь все то же самое, только на ты. Вой спiegарми? Вой спiegарми? Хочешь объяснить мне это? Мело вой спiegare? Мело вой спiegare? Или вой спiegarmelo? Вой спiegarmelo? Почему ты мне не можешь это объяснить? Перке non puoi спiegarmelo? Перке non puoi спiegarmelo? Или объясни мне как так? Вот эта фраза. Как так? Коме май? И говорим человеку на ты, отдаем ему такую команду. Спiegами коми май? Спiegами коми май? Эссучесо? Объясни мне, как так это случилось? Прочитаем все это еще раз. На сегодня все, и мы услышимся с вами в следующих уроках. Всем пока!